Ничто так не помогает молитве, как терпение скорбей и любовь к ближним. Что касается тягости на душе, то я тебе говорил и говорю, единственное средство быть покойной и веселой – это молитва Иисусова. Касательно правила скажу. Справляй, как удобнее, только старайся совсем не опускать, да чтобы ум был занят молитвою и Богом. Если желаешь иметь мир, то имей Иисуса, если не в сердце, то хоть в устах. Знаю, что без привычки звать Его постоянно трудно и очень трудно. Да кто ж от тебя требует, чтобы ты неустанно твердил сию молитву Иисусову? Делай по силе, делай со смирением и самоукорением, и обыкнешь, и полюбишь ее так, что и насильно не оторвут от нее, потому что она сладка и радостотворна. Будь готов встретить скорби, ибо всем, кому слюбится Иисусова молитва, враг никогда не ответит без отмщения, но непременно научит или старших, или младших, а уж пакостей непременно натворят. Молитва Иисусова не может быть крепка, без крепких скорбей. Во время молитвы окаивай себя, как недостойного произносить имя, непрестанно словословимое на небеси и на земли ангелами и человеками. О скорби собирай как сокровище, ибо это очень способствует Иисусовой молитве. Вначале молитва Иисусова всегда бывает тяжка и нечиста, а после – усладительна. Молитва Иисусова не только не мешает, но даже способствует слушать чтение и пение, и помогает обыкновенной церковной и келейной молитве, и услаждает, очень услаждает сердце, и дух делает мирным, и мысль дает светлую.